Впервые в Магнитогорске культурная жизнь города пополнится еще одним ярким событием. Сегодня в Театре оперы и балета состоится открытие нового фестиваля «Вивата Перетта». Об изюминках концертной программы расскажет Мария Клименко. Сюрпризы начинаются уже с первых аккордов. Программу фестиваля открывает яркий гала-концерт. Здесь представлены фрагменты из известных оперет. Особый акцент решили сделать на советской тематике. На сцене номера из таких постановок, как «Цирк зажигает огни», «Белая акация» и другие. «Именно потому, что класс для нас неизвестен, новая музыка, и она, безусловно, очень достойна того, что мы представим. Наш театр достаточно молод, и я оговорился о том, что мы практически во всех жанрах уже поработали. До советской оперетки мы сроки доходили. В других театрах это как бы есть, и ноты есть. И наши друзья, и в Новоуральском театре, и в Барнаульском театре эти ноты мы с нами поделились». С красочными выступлениями на сцену выйдут артисты местной оперы. Кроме того, в рамках фестиваля «Магнитку» навестят исполнители из разных городов России. Среди них солистка Новосибирского театра Анна Фроккола. Актриса выступит с несколькими номерами, один из которых, к слову, был создан на магнитогорской сцене. «Один номер из спектакля «Цирк зажигает огни» — это «Милютин», это прекрасная музыка, это песенка «Глории», 12 музыкантов. Она поставлена впервые, родилась буквально несколько часов назад, можно сказать так. Это великое счастье, когда ты встречаешь на своем пути профессионалов, встречаешься с ними в эту секунду, и в эту же секунду рождается новое творение. Вот этим прекрасны все творческие встречи, и спасибо за этот фестиваль». Она также сыграет одну из ролей в постановке «Морица» 3 декабря. Вместе с ней ведущие партии исполнят челябинская прима Наталья Заварзина и солист из Барнаула Арсен Митичашвили. К слову, свою творческую карьеру он начинал в магнитогорской опере. «Вчера, зайдя в театр, спустя 15 лет, конечно, это был очень волнительный момент, потому что здесь настолько все родное. Я больше скажу, я даже жил в этом театре в свое время, да, это было в хороклассе, это было давно, но вот такой призрак оперы ходил по этому театру. И, конечно же, эта сцена, эти стены, это все так ностальгично, это все, это здорово». Фестиваль продолжится концертом музыкального театра «Петербургская оперетта», а завершится 7 декабря классической постановкой магнитогорцев «Мистер Икс». Мария Клименко, Алексей Витчинкин, информационная служба медиагруппы «Знак».